Ну что, ребят, продолжим с вами. Всем огромный привет. Я сегодня заснял небольшой домик на 12 сотках земли. И он продается очень дешево, всего лишь за 28 миллионов рублей. Так вот, сейчас мы с вами подошли вот в это интересное место. Находимся мы в районе, получается, Нижней Медицинской низменности, в районе совхоза «Россия». Ну и опять же, да, вот подъехался на улицу Таврическую. Да, и для интереса посмотрел, сколько же здесь стоит домик, который там, мы посмотрели, нарисовали 430 квадратных метров, да, под ключ домик на 6 сотках земли, под ключ 430 квадратных метров, стоит всего лишь 100 миллионов рублей. Ну и опять же, если мы с вами посмотрим отдельно в стоящий участок, отдельный участок можно здесь купить 6 соток всего лишь за 30 миллионов рублей, чтобы вы понимали, 30 миллионов и участок ваш. Соответственно, если мы с вами с вами и сонесем этот участок, то получается тот участок, который у нас еще, чем за 30 миллионов рублей, то есть участка была куплена, да, и пусть два участка была куплена, и были они разделены по, получается, по 6 соток, по 6 соток. Не знаю, что у нас получилось, но получилось у нас в такой хороший такой вот, я считаю, что довольно-таки неплохой бизнес. Итак, вот они, сами по себе такие домики были, да, эти немножко побольше, но еще раз повторюсь, каждый домик у нас находился на 10-12 сотках земли, и по сути дом здесь ничего не стоит, потому что вместо домиков, я сейчас вам все это покажу, что же здесь такого интересного у нас вырастает. В любом случае, ровная поверхность, да, теперь вы можете сами посмотреть, сколько здесь стоит земля, вы можете спокойно, не напрягаясь, ну, 30 миллионов разделить на 6, и получается 5 миллионов стоит сотка. Ну, опять же, нужно учесть, что здесь есть коммуникации, здесь все есть, опять же, есть еще разрешение на строительство, с разрешением стоит уже на пятерку дороже, хотя разрешение, по идее, стоит не более чем 500 тысяч. В общем, такая-то у нас есть сомнительная авантюра. Давайте мы с вами проверимся, я покажу, что получается из этого района, по сути, что мы с вами имеем. Я думаю, вам будет интересно посмотреть. Просто многие у меня хотят ровную поверхность, многие думают, что там купить какой-то вот такой сарайчик, да, как вы сами видели, да, вот даже по крышам видно, что это у нас нифига не мертвая, ой, не, скажем, ненормальная кровля. И вот, да, вот здесь, смотрите, немножко видоизменяется, да, вот такой домик, да, вот такой сарайчик. Действительно, его взяли, в нем временно проживали, и за ним, вы, наверное, сейчас видите, построили уже нормальный, хороший полноценный дом. А этот сарай, его разберут, и здесь, смотрите, то же самое, видите, берут домик, да, в нем проживают, и за ним уже строят нормальный, полноценный дом. Надеюсь, вам все это видно. Здесь, в принципе, все то же самое, тоже, тоже, тоже самое. Ну и, соответственно, вряд ли здесь кто-то себе возьмет такой домик, возьмет и решит его оставить, потому что земля здесь безумно дорогая, и, знаете, здесь даже если ты добровольно не хочешь продать дом, да, если там тебе как-то случайно чудесно-оборотно достался, все равно тебя вынудит к тому, чтобы ты взял и, в конце концов, продал. И мы знаем, как это все происходит. В любом случае, давайте мы сейчас с вами быстренько развернемся, и я вам все-таки тоже кое-что покажу, и вам будет интересно посмотреть. Ну вот, смотрите, ребята, еще раз. Вот они, вот эти дома. Все эти были РЖДшные. Если не ошибаюсь, 3 года назад эта земля и, ну, даже, ну, эти домики продавались на 0,12 земли не дороже, чем 6 миллионов рублей, там 5700, 5200. Видите, с аукциона была именно такая цена. И вот, получается, сейчас, вот они, да, разделили, уже начали строить домик один из домиков. И вот, смотрите, вот они, вот эти небольшие такие домики, да, кто-то в них, в таких домиках еще и живет, ну, а кто-то вместо этого домика берет вот так вот, да, немножко, и немножко меняет. И такой домик тоже вырос из того домика, да, по максимуму использует. Таковый домик тоже вырос, ребят, чтобы вы понимали. Здесь пока ничего не выросло, но здесь никто не живет. Я думаю, это все на перспективу. И тут мы с вами видим, сейчас я тоже вам покажу, вот они домики, да, там все заросло уже и так далее. Но, смотрите, рядышком, да, вместо этого домика вырос вот такой домик. Просто огромнейший сарай вырос. Здесь тоже вырос огромнейший домик. Плохо, что не осталась единой концепции. Ну и здесь, видите, здесь в процессе, да, здесь домик тоже вырастает. Вот за ним, получается, видите, вырос домик тоже, за ним вырос. Здесь пока ничего не выросло. В общем, это такой-то район, да. Можете забить улицы хоккеистов и так далее. Я, если честно, ну, наивный мальчик. Подумал, что, скорее всего, может быть, я смогу найти. Потому что сейчас я четко стал перед выбором. Я хочу понять, что же я сам хочу. Может быть, есть, ну, купить себе квартиру, да, лимит около 10 миллионов, 10-12 миллионов, да. И либо же купить себе, вот так, смотрите, как это получилось, видите. Вот за домиком вырос еще один домик. Либо же взять все-таки, попробовать участок, либо найти дом, да, что-то более-менее такое, да. Тоже хочется ровной поверхности, чтобы школа была недалеко, чтобы были нормальные подъездные пути. Ну и по итогу, что я вижу, да, вот видите, здесь вырос какой-то дом. На самом деле здесь стоял маленький сарай, типа такого сарайчика стоял. Давайте мы с вами, вот они, они здесь все примерно были одинаковые. Вот видите, тоже, вот небольшой сарайчик. Это все были дома РЖДшные. А это мы сейчас с другой стороны объехали. Тот же самый участок, да, и этот участок у нас продается. Ну и, конечно же, вот тоже здесь продается участок. Вот здесь дом более-менее постарались под себя подделать, переделать. Поэтому в Сочи не дома дорогие. Дома, видно, что дома-то некачественные, да, но как это можно назвать качеством? Да нифига они некачественные, там, одно название. Тем более строили РЖД-строй, они видели, как построили у нас летнюю резиденцию, там, где реально люди живут самоубийцами, либо урожайный, там тоже, как бы, тот еще экстрим жить. А берут именно, да, и вот вместо этих домиков вырастают вот такие домики, ребят. Смотрите, вот видите, вот так вот это все происходит. Но никак иначе. Поэтому, поэтому, наверное, все-таки придется квартиру. Потому что вот в этом месте нормальный дом, как бы, дешевле, чем 50 миллионов не взять. А вот, например, квартиру за 10 миллионов, за 12 взять можно. И когда я снимал участок, 40 суток за 10 миллионов в Дагомысе, и начали всякую ерунду там писать. Ребят, ну, приезжайте сюда. Я с большим удовольствием. У меня есть сейчас хороший участок, 12 суток земли, да, с домиком даже, где вы можете временно жить, пока будете строить. Всего лишь за 28 миллионов покупайте. Раз для вас за 10 миллионов, 40 суток, это ненормально. Все, ребят, едем с вами дальше. И так сегодня весь день потратил на участки. В общем, определился. Будем брать квартиру. А теперь, ребят, пока.